друзья пошла в душ и вспомнила что мы еще вам не показывали что у нас получилось я уже шатаюсь потому что устала очень сильно и так вот наш душ посмотрите какая красота вернее душ сразу с туалетом такая дверь все кафель и вот такой серый кафель я специально хотела такой посмотрела когда мы были в таиланде у них везде сделаны душевые кабины вот в таком сером цвете здесь у нас душевая кабина мочалка наша висит вот такая сделана тоже все мы уже пользуемся несколько недель эксплуатируем все прекрасно сережа здесь использовал специальные материалы для перепадов чтобы не ощущалось перепадов температур сделал вытяжку вытяжку принудительно она включается сейчас покажу вытяжка вот так включается шумит вот здесь выключатель это я всем привет пришла в душе так вот здесь у нас выключатель света и вытяжки здесь сделана розетка под фен если надо закрывающиеся так как рядом у нас умывальник здесь я свет у нас просто здесь разные можно включать вот самый яркий горячая вода естественно сейчас этот уголок покажу с другой стороны так как вы видели титан у нас горячая вода здесь все утекает хорошо так и вот наш душ с другой стороны я имею ввиду внутренность вот такая полочка со светом можно отдельно свет включить вот здесь если мальчиком нужно побриться например пожалуйста закручь вот высокий потолок получился так выключила вытяжку здесь там зубные щетки гномики то брат привозил нам подарок вот такой вот купила комплект в леруа мерлен покажу вам кружка воду пила пришла с кружкой вот ну и здесь дверки соответственно там вся химия хранится вот такого графитового цвета здесь у нас еще висит вот такая вешалка икея для халатов Привезем сюда халаты, будут висеть. Вот такая душевая кабина. Натяжной, не натяжной потолок, вернее, Сережа сам сделал из наборных таких. И здесь у нас окошко тоже, чтобы проветривалось, чтобы было хорошее вытяжение воздуха. Душ мы этот, строили мы этот душ достаточно долго, но потому что сами. О том, почему мы занимаемся строительством сами, наверное, многие могут догадаться. Я расскажу, что у нас был опыт неудачный, так скажем, сотрудничества несколько раз со строителями. И потом, Сережа у меня очень скрупулезный человек, о том, как мы готовили вот этот проект, я сейчас подробно вам все расскажу. Я имею в виду, как мы делали проект, был проект действительно разработан. То есть, каждая балка, которая здесь лежит, в крыше, все это нарисовано заранее, все рассчитано, длина и так далее. Сережа все это нарезал отдельно, обрабатывал. Обо всем этом я сейчас расскажу в этом видео. Ну, чтобы вы знали, как построен вот этот вот санузел. Это, конечно, просто шикарно. Здесь можно поставить отопительную батарею, если надо, и, пожалуйста, будет тепло. Но по сравнению с тем, что у нас раньше не было душа, и туалет был простым домиком. Сейчас покажу. Наш бывший туалет здесь стоит. Мы потихоньку здесь, Сережа складировал, он сделал мне новый стол, я показывала. Палеты, все это распилится и пойдет на дрова. У нас истошные там крики. Рабочие у соседей работают медленно, но потихоньку. Зато мы уверены в качестве, мы знаем, где здесь проходят направляющие, где же можно просверлить, закрепить и так далее. Ну, а сейчас давайте я расскажу подробно о том, как все это строилось. Итак, у нас сегодня 15 июня, и можно сказать, что у нас сегодня официально стартовало строительство нашего санузла. Вот сваи, которые мы сделали еще в прошлом году, они у нас перезимовали. Мы их покрасили, привели в порядок, подготовили к длительному использованию. Я думаю, как минимум, лет до 50, правильно, должно хватить. Так рассчитываем. Так рассчитываем. Вот это вот синяя труба. Это у нас что? Вода. Синяя труба. Это подведена сюда. Вода. Холодная. Вот. И сейчас, солнышко, что мы делаем? Вот это? Да. Это я сейчас диагонали выставлю, чтобы был идеальный прямовой. Зафиксирую, а потом буду немножко двигать на сваях. Но временно, это временно. То есть мы сейчас пытаемся сделать идеальный прямоугольник. Да. А там как получится. Должен получиться прямоугольник. Вот здесь у нас... Потом мы его притянем к сваям. Офис нашего строителя. Вот так организован инструмент. Ноутбук с проектом. Ну, различные материалы строительные. Пояс строительный. Вот таким образом делаем идеальный прямоугольник. Но сегодня уже достаточно большой объем работы выполнен. Прямо замечательно. Недостаточно еще? Ну, у нас еще только час. Скоро будет время для обеда. Ладно. Не будем мешать. А мы идем дальше собирать жимолость. А то начинает моросить, мне кажется. Сегодня у нас первый выезд Сандры на улицу. На дачу. Она у нас ночевала. На даче. Он гуляет. Сначала выпускали на шлейке только. Но поняли, что она сильно далеко не собирается пока идти. Сандра. Нельзя. Сиди здесь. Ягоды собираю. Ну, куда ты собралась? Куда собралась? Сейчас мама шлейку тебе оденет. Красота. Очередной этап работы. Вот Сережа взял доски. Доски уже распилены по размеру или нет? Доски, которые распилены по размеру на две стены. То есть это уже стены у нас пошли. Вот так вот они обрабатываются. Специальной пропиткой. Чего? Она от плесени, да? От жучков, паучков. Да, биозащита. Биозащита. Чтобы дольше все это служило. То есть по размеру они вот уже, вот эти вот части готовы. Сейчас их обработаем. И оставим подсыхать. Чтобы они просохли хорошо. И потом можно будет уже из них собирать стены. Сегодня у нас очередной этап. Вот так приготовили заготовки. Это стропила, кобылки и кто еще? Все. Вот так у нас выглядит наш каркас. То есть я понимаю, что завтра мы будем крепить крышу. Делать правильно? Стропила для крыши будем крепить. Ну вот, сегодня день уже заканчивается. Нужно идти ужинать. Это все остается у нас сохнуть на ночь. Обработали. Все замечательно. Ну что? Сейчас соберем зелени на нашем огороде. Сварим пельмешки с оленинкой. Сварим. Вот. И будем ужинать. Это наша жимолость. Бокчарский великан. Вот такой великан. Ой. Вот такая ягода. Даже интересно ее взвесить было бы. Но она где-то полтора сантиметра в длину точно. Так, у нас прибиты вот здесь вот две стены. И сегодня производится монтаж вот этой пленки. Гидроизоляция. Какая? Гидроизоляция. Гидроизоляция. Вот здесь у нее клеющий слой, на который будет крепиться вторая полоса. Крепление производим степлером мебельным. Строительным. Строительным. Ну, я им обшиваю табуретки, поэтому у меня мебельный. Вот так. А у нас новоселье. Кошку запустили в дом. В санузел. Говорит, что комаров много у вас здесь. Сандрочка. Как тебе наш санузел? Нравится? Это папа на крыше сидит. Не бойся. Гуленочка наша. Это наша гуленочка. Она только голос слышит, не поймет откуда. Где папа? Папа, мы прижимки, я с тормашками. Нацеплял на себя. В 22-м году мы успели сделать только внешнюю отделку, так как очень много занимались брусчаткой и дорожками на участке. Об этом было видео. Ссылочку оставлю внизу в описании. Как у нас тут стройка продвигается? Ну, на второй раз. Докладывайте. На второй раз грунтуем за картонные стены. Хочешь туда вам заглянуть? Хочу. Ну, загляди. А зачем закрыл? Чтобы дверь не пачкалась. Грунт прилипает, поэтому отмывать надо. Грунтовка, точнее, не грунт, а грунтовка. А грунтуешь для чего? Чтобы потом сверху на ГВЛ пойдет у нас гидроизоляция. Можно повернуть грунт сюда? А уже потом, а уже потом, это, CT17 Pro называется, грунтовка глубокого проникновения. Вот на один раз ГВЛ впитывает очень сильно, потом на второй раз уже гораздо меньше расход. Ну, вот у него... И стены, и потолок? Ну, я... Нет, не потолок. В смысле, пол и стены? Пол и стены, да. Ага. На два раза будешь или еще потом? Уже все, второй раз сейчас. Сейчас осталось пол только. Ага. Грунтовать на второй раз. Это вот всего столько ушло? Ну, да. Ну, здесь вообще на 100 квадратов, поэтому как раз сколько надо, столько и ушло. Ага. Придется еще что-то строить. Пригодится еще штука, это хорошая. Да. Понятно. Первый раз ты сделал вчера, да? Позавчера. Или позавчера. Ну, вчера просто думал. А за сколько он сохнет? Одной день. Три часа, два-три часа. Ага. Ну, понятно. Скоро будет красота. Ну, вообще можно было бы... У нас просто летит с кедров пыльца. Вот эта желтая, это пыльца кедров. Сейчас они начинают цвести. В смысле не начинают, уже сколько... Уже неделю, наверное, цветут. Я показывала цветочки. И туда залетает пыльца. Чтобы она не прилипала, Сережа вот так вот закрыл, оставив себе только вход. А вот. Скоро уже будет красота. Ну, он на грунтовку где-то входит. Не знаю, сколько ты... Полчаса, да? И загрунтовал. Полтора часа и загрунтовал. Полтора часа? Да. Ясно. Сегодня меньше. Сегодня в течение часа... Ну, я говорю, что сегодня как-то будет... Вчера полтора часа. А потому что она больше впитывает, да? Первый раз сильнее. Ясно. Ясно. Ладно. Я пошла дальше собирать. Давай. Я жимолость собираю. У нас плантации наши. Вот уже все. Все созревает. Ой, ничего не видно. Вот здесь. 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 Сколько ягод надо собирать. Здесь. Короче, я дальше продолжаю работу. Снимаю. Кончула. У нас следующий этап строительства. Рассказывай. Чем мы делаем? Ну, сейчас раскладываем на сухую плитку. Подрезаем. Там не надо. Все полностью выложим. Подпишем. Где какие. Чтобы потом быстро укладывать уже. Все будет подпилено, распилено. Размер с выпилами под канализацию. То есть ты сейчас разложишь все, подпишешь, а потом только уже выкладывать. Ничего пилить не надо. Понятно. Вот такой цвет плитки у нас будет. Это вернее керамогранит. Серый. А стены будут тоже серые. Еще и светлее серые. Темно-серый. Темно-серый. Красота будет. Такой в стиле тайского душа, да? Это размер какой плитки? Ой, от комаров. 40 на 40 сантиметров. Вот по схеме все подписано. А это первый ряд. А1, А2, А3. Дальше. Б, В. Г, Д, Е. У тебя получается этот, морской бой. Типа того. По горизонтали буквы, по вертикали цифры. Типа так. Вот, короче, сейчас подрежу туда дальний ряд. Получается. И левый ряд тоже будет подрезан и весь. Вот. А здесь? И левый ряд подрезан. Здесь вырез под дверь. Вот здесь вот этих боковых. И вот здесь вырезается, соответственно. Комары кушают. А у этой стенки будет целый кафель. Лежать. Ну да, здесь целый. Это единственная стенка, которая будет видна. Ну и там еще будет видно. Там все равно стеновая клитка перекроется. Не будет видно отрезать. Ну и там же у нас душ стоит. Здесь душ будет. Я имею ввиду там. Тоже будет обрезан, но не будет это заметно. Видно не будет. А ты уже краны сделал, да? Ну в смысле разводку. Все сейчас еще. Все когда вот разложу, уберу. Это титан? Гидроизоляция будет. Да, здесь вы набиваете. Под титан. Здесь под... Здесь нож. Под умывальник. Здесь под умывальник. Стол, зеркало будет. Раковина. Умывальник, да? Все понятно. Так, а чем ты режешь? Шкурлик. Детка алмазная. Вот здесь. Оборудование наше. Вот такая плиточка. Она даже с блеском, с каким-то небольшим. С серебром. На цвету вообще классно смотрится. Скоро у нас будет супер туалет. И душ. Супер душ-туалет. Смотрим. Почать. Так. Ум... Сейчас еще вот эти два засунем. Еще раз помери. Еще раз помери. Потом уже... Потом уже... Смери. Потом уже... Смери. 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 Один отрежь. Да. Давай покажем. Что такое лазерный уровень? Вот он дает возможность выстроить идеальные уровни по вертикали и по горизонтали. Вот, допустим, по горизонтали. Вот две можно сделать. И посмотреть, насколько у тебя красиво, ровно выставлены стены. Кафель кладется. Там, ну, не знаю, сантехника. Все что угодно по уровню, как правильно ставится. Вот еще вертикально можно вот так, вот так, вот получается в двух плоскостях. На вертикали и по горизонтали рисунок. Классно. Даже в трех. Да, в общем, вот так. Это с алиэкспресси. Вот такая штука. У вас? Четко. Так, мне нравится. Пол, цвет, так как и ожидалось. Пол, цвет. Пол мужской. Пол мне нравится. И цвет его, и качество. Так. Интересно. Ага. Тут что-нибудь попросило. Ну, что ты себе стол не сделал? А в этот раз что-то решил. На коленях. Коленях же неудобно. Коленях. Мучишь. Ну, вообще, конечно, желательно. Кажется, так удобнее и быстрее на столе. Мне показалось, что тут не так много резать. Ну, вообще, нормально. Железно. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Мы сер responsibilities Деприки На следующий billion Выделишь? Да Без insecure Надо ветров это ударить Утекает? Все хорошо Утекает А по чем? Можно больше не пускать Давай Зажараемся уже Всё Пуск Только Второе Ура Сантехника долго ждала Да, лежала Так, все, пока Хватит, надо титан повесить Надо поставить загородки Все, говорит муж, хорошего понемножку Посмотрела на воду в душе Все утекает хорошо Да, здесь будет титан Надеюсь, вы получили удовольствие От просмотра этого видео Возможно, кому-то оно даже будет Полезным, приятным Вы познакомились сегодня Не только с тем, как мы строили нашу дачу Наш дачный душ Но и с нашим участком С нашей кошкой Вот небольшой мой огородик С которого я получаю обильный урожай Очень я увлеклась в этом году розами Приглашаю вас подписаться Буду вам очень рада Делитесь своим опытом Где вы живете Рассказывайте про свои огороды Про свои дачи Про отдыхи Как вы проводите время А я буду делиться с вами своим опытом Уже многолетним По получению вот такого прекрасного Вкусного урожая Расскажу, как кормить своих домашних Полезными овощами При этом, чтобы ваш огород был удобным А вам было приятно и легко на нем работать Желаю вам мира и добра